Девчонки, всем огромнейший привет! Хочу показать пустые баночки за май месяц, а вернее за первую половину мая. Банок у меня уже накопилось очень-очень много и хочу поскорее с ними распрощаться. Давайте начнем с ухода за волосами. И закончился у меня вот такой шампунь по уходу за жирными волосами от компании Шарм Клео Косметик. У меня сейчас в ванной стоит точно такой же бальзам, никак он не хочет заканчиваться, суперэкономичным оказался. Но мне эта пара очень понравилась, она мне идеально подошла. И этот шампунь, в отличие от других средств по уходу именно за жирными волосами, он абсолютно волосы не пересушивал. Более того, он их увлажнял, питал и даже можно было не пользоваться дополнительно ни бальзамом, ни маской. Они уже были распутанные, мягкие, блестящие. Шампунь хорошо очищает, придает объем. У него большой литраж 450 мл. И насколько я помню, у него очень хороший состав. Да, действительно, состав классный. И если бы у меня был доступ к этой марке, вот именно если бы она была в свободной продаже, я бы обязательно повторила. Но нужно заказывать только через интернет. Но, тем не менее, продукты от Шарм Клео Косметик действительно очень-очень классные. Следующий шампунь, который я хочу показать, это у нас от ЭО Лаборатории. Это шампунь укрепляющий. Предназначен он для объема и роста, без СЛС, без парабенов. В составе органическое масло Макадамии, экстракт гамамелиса, масло ШИ. Этот шампунь мне понравился немножко меньше, чем Шарм Клео Косметик. Он может подсушивать волосы, поэтому с ним обязательно нужно использовать бальзам. Очищает, конечно же, хорошо, на 5 с плюсом. Объем от него действительно на корнях имеется. Аромат был у него приятный. По поводу того, ускоряет он рост волос или нет, я ничего сказать не могу. Возможно, это и так. Но шампунь был, я бы сказала, на четверку. Именно такую версию я повторять не буду. Присмотрю с каким-то другим шампунем, другим бальзамом. У ЭО Лаборатории есть и для окрашенных волос, и для сухих волос, и чего там только нет. Но именно эту парочку больше повторять не буду. Использовала и ладно, но, в принципе, когда пользовалась, была довольна. Недавно в покупках я показывала вам вот эту крем-краску от Палет. Была она очень-очень бюджетная. Я покупала ее что-то за 85 рублей, по-моему, в оттенке темно-каштановый. Я подкрашивала этой краской корни. И, конечно же, она меня не устроила, девчонки. Закрашивает она хорошо. Она волосы не сушит. Но после каждого мытья головы она остается на полотенце. И такие разводы темные. Это не очень красиво. Меня это не устраивает. Я делаю вывод, что эта краска очень-очень быстро смоется. Даже несмотря на то, что она такая дешевая и бюджетная, я ее больше покупать не буду. Не знаю, на что я рассчитывала. Ведь прекрасно понимала, что краски от Палет это абсолютно не мой вариант. Лишний раз в этом убедилась. Давайте дальше перейдем к уходу за телом. У меня закончился гель от компании Чистая Линия. Это новинка. И я вижу, что сейчас очень популярны эти гели. Часто наблюдаю их в Инстаграм. Разнообразные абсолютно варианты. Есть и с клубничкой, и с какими-то цветочками. У меня был с ирисом и пятью эфирными маслами. Гель, который смывает усталость, смывает напряжение, питает и ухаживает. Все-то в нем неплохо. И очищает он хорошо, и кожу не сушит. Но мне не понравился аромат. Он абсолютно никакой. Я его не ощущала. И мне хотелось бы что-нибудь немного понасыщеннее, поприятнее. Именно из аромата я повторять это средство не буду. Попробую, конечно, другие варианты. Но именно этот я бы не советовала. Он абсолютно никакой в плане запаха. В этом месяце у меня закончилось сразу два скраба для тела. Первый скраб мой любимчик. Это Аравия. Мягкий крем-скраб. Большой объем. 550 мл. Хватило мне его прям супер надолго. Это нежный кремовый скраб. Скраб абразивными частицами выступает абрикосовая косточка. И скраб действительно дает очень классный вариант. Он так классно скрабирует, отшелушивает кожу. И кожа очень-очень мягкая. А эта кремовая основа, она питает, ухаживает. Просто супер. К тому же у него был приятный аромат. А мне пах этот скраб миндальным маслом. Очень так ярко, насыщенно. Ну, в общем, здорово. Не буду долго отходить от марки Аравия. И закончилось у меня еще одно средство. Это крем для рук с маслом виноградной косточки, маслом жажаба. Он идет уже с дозатором. Такой же большой объем. 550 мл. Кремы для рук от Аравия. Это самое лучшее, что я пробовала. И они на моей коже работают просто на 5 с плюсом. Хорошо питают, хорошо увлажняют. И за кутикулой также это средство ухаживает. Ручки просто мягкие, бархатные, безумно ухоженные, безумно классные. Очень мне нравится. Сейчас у них появились кремы в объеме по 100 мл. Я уже себе такой крем один заказала. Жду посылочку. Ну, действительно, продукты очень-очень классные. Еще одну такую большую бодейку покажу вам. Это иорданская натуральная грязь с мертвого моря. Приходило мне это средство с сайта Frati Shop. У него также очень огромнейший объем. И это грязь, которую нужно было использовать в качестве маски для тела. Использовала я вот девчонки полностью. Но на самом деле способ использования этого продукта не очень удобен. Наносить нужно на все тело на 20-30 минут. Не всегда найдется столько времени. Да и к тому же стоять в ванной, стоять в душе с этой маской на теле и не знаешь, чем себя занять эти 20-30 минут. Если говорить про эффект, для меня эффект точно такой же, как от хорошего скраба для тела. Потому что эта грязь, эта маска, буду называть ее так, она обладает легким таким отшелушивающим эффектом, выравнивает кожу, немножко ее увлажняет. В принципе, то же самое делает и качественный скраб. Поэтому покупать именно такую маску я больше не буду, заказывать не буду. Но попробовать все равно было интересно. Еще один скраб, который у меня закончился, это уже от компании Микролис. Молотый кофе 200 мл. А скраб, конечно, в небольшом объеме мне хватило его на 4 применения. Здесь даже немножко осталось. Сейчас покажу вам консистенцию. Вот так он выглядит. У него безумно крутецкий аромат, настоящего молотого кофе. Аромат настолько натуральный. И сам скраб мне понравился. Он действительно хорошо очищал кожу, делал ее очень гладенькой, очень приятной, мягкой на ощупь. И пользовалась я им с большим-большим удовольствием. Эти остатки тоже доиспользую, наверное, в качестве скраба для ног. Ну, действительно очень хороший продукт. Также по уходу за телом у меня подошел к концу вот такой крем-гель для уставших ног от рецепты бабушки Агафьи. Как было заявлено, этот крем-гель у нас устраняет отечность, он убирает усталость, улучшает микроциркуляцию кожи и также хорошо увлажняет, питает, в общем, ухаживает за кожей стоп. Ничего он не делает, ни о каком ухаживающем эффекте речи быть не может. Он обладает небольшим охлаждающим эффектом, который длится ровно 2-3 минуты и все. Никакой отечность он не снимает, усталость он не снимает. Для меня оказался пустой продукт, даже он и стоит очень-очень дешево, но этих денег я бы за него не отдала, потому что абсолютно пустышка, абсолютно бесполезное средство. Перейдем к уходу за полостью рта. И как всегда у меня закончился ополаскиватель колгейт плакс, алтайские травы в большом объеме. Но я думаю кто смотрит меня уже какое-то время знает, что я такие ополаскиватели периодически повторяю и меня они устраивают. Подошла к концу зубная паста от компании Бленда Мед. Я вам показывала уже из серии про эксперт наверное разновидности 3-4 этих зубных паст и вот наконец-то мне попалась первая зубная паста от Бленда Мед, которая меня не устроила. Это глубокая бережная чистка с растворяющимися микрогранулами. Эта паста абсолютно не пенится. Она каким-то образом испаряется и вот мне не хватает этого пенообразования для того, чтобы почувствовать, что у меня действительно вся полость рта очищена. Наносила я прям на зубную щетку очень много этой пасты. Она у меня быстро закончилась и как-то она меня не впечатлила. Хотя пасты из этой серии мне очень-очень нравятся, но это оказалось исключением. По уходу за лицом у меня подошел к концу вот такой золотой скраб. Это у нас серия Organic Therapy и с органическими экстрактами миндаля и апельсина. И он действительно так и пахнет. Он пахнет миндалем и пахнет цитрусовыми. 50 миллилитров и средство безумно крутецкое. Оно хорошо отшелушивает именно омертвевшие клетки кожи. При этом сами частицы они очень мелкие и они ни в коем случае не травмируют кожу, они ее не царапают, а эффект дают потрясающий. Как только закончу остальные скрабы для лица, я наверное все-таки прикуплю этот скраб, потому что он стоит дешево, а работает как дорогое средство. Действительно очень-очень крутой скраб, и я вот прям без ума от него. Это уже кстати у меня вторая упаковка. Наконец-то я доиспользовала вот этот двухфазный флюид для снятия макияжа бананы черника. Это Ви косметика продукция, абсолютно натуральная косметика. Я использовала наверное всю зиму, месяца два так точно, и сейчас уже весной поскорее решила доиспользовать это средство, потому что весной мне хочется пользоваться какими-то мицеллярками, более такими легкими продуктами. Этот двухфазный флюид хорошо снимает косметику, но косметику водостойкую он конечно же не возьмет. Легкий повседневный ежедневный макияж, он действительно справляется с ним на отлично. И для глаз подходит, и для лица, глазки не щипет, и действует очень бережно, убирает косметику, вместе с этим хорошо кожу питает, хорошо увлажняет. Мне кажется, этот продукт отлично подойдет для снятия макияжа именно сухой кожи, потому что он обладает еще таким хорошим увлажняющим эффектом. Я, наверное, больше именно такое средство покупать не буду. Все-таки у меня кожа более жирная, особенно весной, особенно летом. но зимой в принципе пользовалась и была довольна. Буду ругать вот такую вот соль для ванны. Покупала я ее в магазине FixPrice. Это релаксация и антистресс, тайский цветок. Я покупала соли в магазине FixPrice, они меня все устраивали, но эта соль мне не понравилась. Она, во-первых, окрашивает воду в какой-то такой ядерный цвет, лазурный. Во-вторых, она имеет неприятный аромат для меня. А в-третьих, когда сливаешь воду по бортику ванны, остаются такие маслянистые пятна. Мне это не нравится. Нужно дополнительно мыть ванну. Меня это не устраивает и именно такую соль я покупать не буду. Вам тоже не советую. Сейчас посмотрим, кто это у нас производитель. Вот здесь указан производитель. Обращайте внимание, вот именно на такую соль девчонки обходите стороной. Это северная жемчужина. Да, хотя я пробовала северные жемчужины и другие соли, они меня в принципе устраивали. Ну, вот такое разочарование. Также, если говорить про разочарование, абсолютно не понравилась вот эта маска для лица от Фаберлик восстановление и упругость, бутон камелии, плоды, но не масло, органы. Эта маска совершенно ничего не делает. Я от нее не увидела результат. Было какое-то легкое поверхностное увлажнение, но на этом все. Не вижу в ней смысла, покупать ее больше не буду. Я лучше куплю маски от Дизао. Например, у меня подошла к концу вот такая кораллы и водоросли, тонизирующая, увлажняющая. А мне нравится то, что маски Дизао захватывают не только лицо, но еще и шею и область под глазами. Получается такой эффект три в одном. И к тому же в таких масках идет дополнительно увлажняющий крем. И как правило таким кремом я пользуюсь наверное дня два-три. Его тут очень много. Эффект потрясающий. Хорошо и подтягивает и увлажняет и все, что заявлено действительно выполняется. Маски крутые, стоят они недорого. И вторая масочка, которая у меня закончилась это фруктовые кислоты с эффектом пилинга. Омолаживающая маска она также идет для лица шеи и век и тоже у нее есть специальный гиалуроновый крем. В комплекте это очень удобно. Сразу маску сделал, сверху крем нанес и вот полноценный уход. Также хочу похвалить вот такие золотые патчи. Это 100% гиалуроновая кислота. Эти патчи мне напомнили патчи для глаз от корейского производителя Petitfi, который я заказывала на iHerb. У них приблизительно похожий эффект. Единственное, что те патчи от Petitfi получаются намного выгоднее. Здесь упаковка на одно применение и стоит в районе по-моему 100 рублей. если перевести стоимость тех патчей и этих, то эти получаются намного дороже. Поэтому буду дальше заказывать iHerb свои любимые патчи, а эти так скажем для разнообразия. У меня осталось показать вам декоративную косметику и впервые наверное за два года у меня закончился тональный крем. Это тональный крем от L'Oreal. Это ньют Можик. Сейчас такой крем уже не выпускают. Очень жалко. Он был действительно крутой. Этот крем хорошо подойдет для жирной кожи. Он ложится легкой вуалью и превращается на лице как в пудру. Его не надо припудривать. У него в составе есть спирт и он хорошо влияет на высыпание. Хорошо мотирует кожу в течение дня. У меня был самый светленький оттенок то я нашла этому крему замену. сейчас я использую корейский тональный крем от Secret K. Они в принципе очень похожи и по своему оттенку и по эффекту. Поэтому дальше буду пользоваться им. Но крем конечно же был очень классный. Он еще и хорошо скрывал все несовершенства. Хорошо выравнивал тон. Но мне он понравился. Закончилась у меня тушь белорусская от Elite Это Reluie производитель. Тоже долго не буду останавливаться. Часто хвалю эти туши. Они мне нравятся. Делают очень красивые реснички. И последнее что покажу в этом видео это у меня бальзам для губ от компании Avon. Вот такая прикольная упаковочка. Мне она очень нравилась. Не знаю сейчас есть ли он в каталоге этот продукт. Я думаю что нет. Это бальзам я использовала его в качестве подложки под матовую помаду. В этом плане мне нравился. Но как отдельно ухаживающий продукт как полноценный бальзам для ухода за сухой кожей губ за потрескавшейся кожей он конечно же не тянет. Но в качестве базы показал себя превосходно. Это все что я хотела вам показать. Надеюсь мое видео вам понравилось. Обязательно оставляйте комментарии. не забывайте подписываться. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро. Благодарю вас за внимание. Всем пока пока Субтитры Субтитры